Сегодняшний ролик начну словами из известного детского фильма. Я еще не волшебник, я только учусь. Здравствуйте, меня зовут Елена. В моей коллекции около 250 сортов пеларгоний. Сегодня показываю вам уникальный сорт. Для меня этот сорт является королем. Наверное, многие угадали, что этот сорт называется Норланд. Величественное шведское название. Для меня он король не только потому, что у него уникальные цветы, по форме, напоминающие пионы, но еще и потому, что замечен мною в королевских капризах. У меня было несколько экземпляров этого сорта. И сейчас я вам расскажу об опыте выращивания этого сорта. На данный момент этому экземпляру пеларгонии второй год. Это его первое цветение. Как вы можете видеть в кадре, верхние листики побелели, пожелтели от жары. Несмотря на то, что он растет у меня на северном балконе. И расстояние от окна балкона больше метра. Можно сказать, что это место в полутени. Где рядом растениям не очень нравится это место, потому что они больше любят солнышко. Но Норланду и там солнца много. Что еще известно про этот сорт? У него есть красный спорт. Спорт это генетическая мутация. То есть цветы у красного спорта красного цвета. Говорят, что это более эффектное цветение. Одновременно говорят, что шапки менее крупные. У меня есть красный спорт. Пеларгоний Норланд. Но растению второй год. И он пока еще не цвел. Но вообще Норланд не является обильно цветущей пеларгонией. По сравнению с другими сортами, даже читала отзывы про этот сорт. И я не удивляюсь, что у некоторых на третий год зацветает пеларгония Норланд. Еще могу сказать про пеларгонию Норланд. Несмотря на то, что у нее большой куст, я всегда замечала, что Норланд мало пьет воды. По сравнению с другими сортами. Посмотрите, какие красивые цветочки еще не раскрылись. Когда раскроются, будет видно большее сходство с пионом. Про фигуру скажу так. Против генетики не попрешь. Если вы ищете пеларгонию с идеальной формой куста, то Норланд – это не ваш выбор. К сожалению, очень многие жалуются на то, что у сорта Норланд растут длинные палки, длинные еще и толстые. Такая особенность сорта. И формировать его очень сложно. И в то же время обрезку этот сорт не любит. Я расскажу про первое знакомство с этим сортом. Несколько лет назад я купила первый раз пеларгонию Норланд. Ко мне приехал обрезанный куст. Причем было несколько стволов у него. На листьях были какие-то пятна. Я так подозреваю, что это было что-то грибковое. Приехал уже в сентябре. И, соответственно, осенью пеларгонии готовятся к отдыху. И мой Норланд от этого переезда, а он еще перед этим, получается, жил в огородной земле. Он у меня чахнул. Я пыталась укоренить несколько черенков, но у меня не получилось. И, в конце концов, мой экземпляр Норланда погиб. Погиб причем той осенью одним из первых. В последующем я покупала несколько экземпляров. И я уже думала, что я подружилась с этим сортом. Но в тот момент, когда я так подумала, я совершила ошибку. Когда я подумала, что я уже подружилась с королем. И тут Норланд взбрыкнул и показал опять свой королевский характер. После этого я купила два экземпляра Норланд. Они цвели, развивались чудесно. Один из них я продала перед зимой. И тут опять Норланд взбрыкнул. Зимой Норланд погиб. И вот это получается уже третий экземпляр. Зимовал зимой, можно сказать, без проблем. Только пил сравнительно других гораздо меньше воды. Но в целом я зимовкой этого экземпляра довольна. И вот сейчас июль месяц, второй год жизни этого экземпляра Норланд. И он впервые зацвел. Листья по форме у Норланда отличаются от других сортов. Можно сказать, что это его визитная карточка. В сочетании с цветами его никак не перепутаешь с другим сортом. Вот только мне кажется, что в это первое цветение цветочки немножко бледнее, чем были у того предыдущего Норланда. Не знаю. Это, конечно, субъективно. Может, я заблуждаюсь. Но мне кажется, это так. Если вы не видели мое видео про пеларгонию принцесс Сандра, посмотрите, пожалуйста, что объединяет оба эти сорта. Они трудны в формировке, потому что их фигура – это длинные стебли, которые стремятся вверх. И еще. Прочитала кто-то. На форуме советует Норланд поливать марганцовкой для того, чтобы он цвел. Я, конечно, понимаю, что есть в мире очень много людей, дающих добрые советы, но я вам не рекомендую проводить такие эксперименты. Калий марганцово-кислый – очень такой специфический препарат. И если даже людям предостерегают от использования его в больших дозах, чтобы не было ожога, то для пеларгонии Норланд, я думаю, что это категорически не подходит такой совет. Потому что можно обжечь корневую, и тогда пеларгония погибнет. Если вы не видели мой ролик про удобрения, посмотрите, пожалуйста. Я там в подробностях рассказываю про свой опыт использования удобрений. И если ваши пеларгонии не цвели, то, возможно, посмотрев мой ролик, использовав мои советы на практике, возможно, у вас будет позитивная динамика, то есть ваши пеларгонии начнут цвести. Возможно, им просто не хватало питания. Ссылку я сброшу под этим видео. Еще хочу добавить то, чего я не сказала. Полив минеральными удобрениями обходится в сущие копейки. Поэтому я считаю, не имеет смысла тратить время на какие-то удобрения, готовить своими руками. Проще и проверено жизнью использовать минеральные удобрения, которые продаются в каждом специализированном магазине. Вот такие цветочки красивого пеларгонии Нурланд. Сейчас это, можно сказать, нежно-розовый цвет. Мое растение Нурланд находится в литровом горшке. У него несколько крупных, толстеньких стволов. Нурланд – сорт король. Не только потому, что он говорит всем «Я расту, как хочу, и цвету, когда захочу», но еще потому, что он капризен в укоренении. Я пыталась осенью, зимой и даже ранней весной укоренять под лампой. Если другие сорта укоренялись достаточно быстро, то Нурланд несколько черенков у меня так и не укоренились. Но все-таки в этом году у меня уже укоренилось два черенка Нурланд. Один из них получился просто прекрасный экземплярчик. На пять точек роста начал куститься, причем две точки роста у него были у основания стволика, то есть фактически выросли от корней. Прекрасный такой экземплярчик недавно его продала. Но вот со вторым экземпляром получилось так, что он погиб. Начало было очень хорошее, быстро укоренился, я даже не поверила, что так может быть от пеларгонии Нурланд. Второй черенок погиб от черной ножки, причем она его за день сразила, потому что промежуток между поливами у меня один день. И вот я полила, и во время следующего полива я обнаружила, что мой черенок уже погиб. Вот такая пеларгония Нурланд. Красивый, норовливый король. В интернете я видела обильное цветение этого сорта, и поэтому я вам хочу сказать, что попробуйте. Вполне возможно, что вам удастся договориться с этим сортом, и вы получите пышное цветение уникального сорта. На этом заканчиваю свое видео. Желаю вам обильного цветения и красивых кустиков. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Я готовлю новые ролики. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok